Еще одно свидетельство. Это пастор Тимофе Кобаяши. Я просто своим французским чувствую ужасно. Я даже не выучил десяток слов. Доброе утро вам. Can you understand what I said? Of course. I'm pastoring a church in Japan. Я пастор руковожу общиной в Японии. И для меня большая честь и благодарность Господу Богу, что я смог приехать сюда. I'm thankful to Pastor Leon and to all of you. I'm thankful to Pastor Leon and to all of you. И моя история о дочери одного из моих друзей, о истории ее послушания. И одна женщина, верующая, позвонила нам. И говорит о дочери, что грустного настроения было. Она пыталась, ее женой, которая побежали. Откуда нее было больше. Она пыталась прыгнуть. Что-то что-то было ужасное. И есть что-то психическое расстройство. И ее дочка хотела выпрыгнуть от кудото. Что-то было ужасное. Доктори просто прописали кучу всяких таблеток. И я просто выслушал эту всю историю. И эта женщина спросила меня, как ты считаешь, есть какие-то надежды, что там все исправится или будет хотя бы лучше немного? И на самом деле я честно для себя подумал, откуда я могу знать? Это было честно. Но ей я и сказал, все будет хорошо. Я попытался ее каким-то образом ободрить. Но слова, которые я сказал, надейся, они стали для нее якорем надежды. Потому что всякого психиатра, которого они до того времени встречали, и с кем консультировались, там все только были отрицательные вещи, типа ничего лучшего не ожидайте. И мы с моей женой просто посвятили себя, чтобы молиться за эту девочку. И это была такая молитва в закрытое пространство. Мы ничего не ощущали, никакого водительства не получали. Девочка эта продолжала себя вести очень странно, то есть у нее были такие вот действия какие-то, показывали на ее сильную недружность с головой. И у нас не было ни с глазами, мы даже не могли осуществлять коммуникацию с этой больной. И для нее она не обращала внимания, не узнавала людей, которые заходили навещать ее. И не важно, как мы прожили, она ничего не изменялась, как бы все было в том же самом состоянии. И мы планировали через несколько недель, это было какое-то время, поехать в Израиль. Мы планировали вместе, он и его жена должны были приехать в Израиль на две недели. И когда мы приехали с той поездки в Израиль, назад в Японию, чудо случилось. Мы включили этот автоответчик, чтобы прослушать сообщения, которые оставляли, пока мы не были две недели дома. И это было, когда мы приехали в Израиль. И это было, когда мы приехали в Израиль. То есть, мы заметили такую вещь, когда мы какую-то вещь, доверяем Господу Богу, а потом еще поехали в Израиль, чтобы здесь чудо случается. И потом случилось то, что эта женщина привезла свою дочку в общину. И до этого даже как бы не вносила ее никуда, потому что она была вне себя. И мы видели, как исцеление раз за разом утверждается в этой девочке, и приходит и становится сильнее и сильнее. Три года спустя, все эти изменения, друзья этой женщины встретились с ними в городе, и они даже не могли поверить, что Господь Бог совершил такое чудо с этой девочкой. Потому что друзья знали ее прежнее состояние, и они сказали, что это просто чудо случилось. Но психиатры, и все вообще никто ничего никогда не доверяли. Они говорили, что это просто гиблое дело, все уже труба. Мы благодарили Господа за то, что Он вот это вот постепенное, последовательное чудо сотворял в этой девочке. И я благодарен Господу Богу за это. Субтитры создавал DimaTorzok